Друзья, сегодня 5 октября 2022 года, мы начинаем вечернюю сессию нашей конференции, ведет вечернюю сессию Пархомов Александр Георгиевич, я надеюсь, он меня слышит и сейчас включит свой микрофон. Саш, приступай к обязанностям ведущего. Я включил микрофон, приступаю. Ведущего и, пожалуйста, начинай программу. Ну, все идет, как я понимаю, по намеченному плану, но вечером будет еще три дополнительных выступления. Кто желает их послушать, может задержаться после 6 часов. Я сразу объявлю, кто будет выступать. Значит, новый механизм холодной транспортации ядер. Владимир Александрович Шашлов. Второй доклад. Шаровые молнии вселенной. Владислав Иосифович Миркин. И третий доклад у нас будет Геннадий Владимирович Тарасенко. «Создание шаровой молнии за счет гелия и инертных газов». Так что вот эти докладчики пусть приготовятся. Им дается 10 минут и 5 минут на обсуждение, и не минутой больше. Потому что нам надо, значит, успеть заслушать эти доклады, и потом почти сразу начинается круглый стол. Ну, итак, приступаем к программе. Ну, сегодня у нас выступает Геннадий Иванович Шипов первым докладом на вечерней сессии. Мы, конечно, приветствуем Геннадий Иванович. Мы всегда рады его видеть в нашем сообществе столь авторитетного физика. Доклад называется «Спиновая добавка к ядерному потенциалу в теории физического вакуума и холодный ядерный синтез». Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Слышно меня? Прекрасно слышно. Прекрасно. Значит, о чем речь по названию? Вот на самом деле все ядерные потенциалы, они носят феноменологический характер. То есть они подобраны руками, их несколько, они подбираются руками и затем вставляются в соответствующее уравнение, ну, в уравнение Шреттингера и находится сечение рассеяния. Эти потенциалы феноменологические, они содержат некие произвольные параметры. И эти параметры потом подгоняют кривую теоретическую к экспериментальной и находятся их значения. Вот это не может продолжаться до бесконечности. Нужно находить некие фундаментальные уравнения, решения которых приводили бы к потенциалам. И эти потенциалы описывали не феноменологически, а фундаментальным образом явления. Вот, например, значит, у нас на самом-то деле, мы просто об этом не задумываемся, но имеется всего два потенциала фундаментальных. Прежде всего, это потенциал, конечно, Ньютона, известный, извините, тут меня... Я что-то не вижу в презентации. Как, не видно презентации? Конечно, мы что, слушать только будем? Нет, нету презентации, а что же вы молчите? А вы думали, что вы только учешетесь. Сейчас, секунду. Когда вот так видно, тогда придется вот так. Видно? Нет, ничего не видно. Как ничего не видно? Геннадий Иванович, смотрите, нажмите сначала зеленую кнопку внизу экрана зум. Ну да, сейчас. Вы нажали на зеленую кнопку. Вот надо вместо разговора было настроить мне все. Так, сейчас, секунду. Секунду. Нажмите... Вот я нажимаю демонстрацию экрана. Вы видите? Подождите, нет. Мы еще ничего не должны видеть. После того, как вы нажали зеленую кнопку демонстрации экрана, вы должны на своем экране выбрать ту презентацию, которую вы сейчас хотите показать. И нажать кнопку поделиться. Там еще такая кнопочка будет. Вот, 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 вот. Молодец. Молодец. Двигайте вперед. Вы запустили демонстрацию. Значит, зеленую... Все, все. Больше нажимать ничего не нужно. Ничего не надо, да? Мы видим вашу демонстрацию, да. Замечательно. Она правда... Вот сейчас нормально, вообще нормально, так. Вы видите что-нибудь? Сейчас окошечки открываются. Все, это пошла презентация. Я перехожу на следующий слайд. Что-то видно? Да, следующий слайд, отлично. Просто кино прекрасное, да. Значит, смотрите, да. Смотрите, мы, физики, сейчас работаем всего лишь с двумя фундаментальными потенциалами. Это потенциал Ньютона и потенциал Кулона. И тот и другой являются решениями фундаментальных уравнений. Один уравнение Ньютона или уравнение Эйнштейна гравитационных, а другое уравнение, ну, Максвелла, скажем так, да. То есть мы там ничего не подбираем, там есть фундаментальные константы. И решая задачи с этими потенциалами, мы точно предсказываем результаты эксперимента. А вот феноменологические потенциалы, они устроены так. Вот, например, самый первый потенциал феноменологический был молекулярный потенциал Ленарда Джонсона. Он в химии был введен. Видите, тут есть зависимость единицы на R12 минус единицы на R6. И две константы, Е и Сигма, они подгоняются под эксперимент. И вот в таком же духе были все созданы руками потенциалы, например, такой экспоненциальный. Вот он так выглядит. Вудса Саксона потенциал содержит две константы. Ну и, наконец, вот Юкава написал потенциал, исходя из решения уравнения Кляйна-Гордона. Там оказалась одна только константа подгоночная. Но, тем не менее, он получил Нобелевскую премию для описания ядерных взаимодействий. Конечно, частично, потому что современные ядерные эксперименты приводят к таким результатам экспериментальным, что одного, двух, трех и четырех даже потенциалов недостаточно особенно, когда мы рассматриваем взаимодействие спинирующих частиц, ядер и налетающих частиц. Там появляется большее число подгоночных, значит, констант. А мы желаем, и к этому надо стремиться, чтобы найти потенциалы, которые являются решением некоторых фундаментальных уравнений. И вот Эйнштейн, он никогда такими теориями не занимался, феноменологическими, потому что он говорил, феноменологическая теория бессодержательна, поскольку она постоянно приспосабливается к экспериментальным данным. Вот такой феноменологической теорией является стандартная модель, которая как раз и дает нам всю информацию о частицах, ядрах и тех физических полях, с помощью которых они взаимодействуют. Значит, много подгонки. Это в идеале надо исключить. И вот этому посвящена вот сейчас работа. Я буду показывать, как это делается уже на современном этапе. Значит, в основе всех моих рассуждений положена теория физического вакуума. Имеется много очень статей. Есть три монографии. Вы, наверное, может быть кто-то в курсе. То есть это все опубликовано и существует примерно по разным оценкам. Где-то 30 или 40 даже лет все. Вот это уже существует, но не всегда принимается научная общественность. Это человеческий фактор тут включается. Так вот, что самое главное для физиков, я буду говорить как физик, а не как математик. Что самое главное было сделано в этой теории? Это просто, ну, прошу, поверьте мне. Значит, до сих пор мы всегда работали с двумя фундаментальными теориями. Это теория гравитационного поля. Для этого есть уравнение Ньютона и Эйнштейна, самое совершенное считается. И теории электромагнитного поля. Они фундаментальны по определению. В том смысле, что каждая из этих полей гравитационно-электромагнитный, каждый человек в своей повседневной жизни постоянно ощущает действия этих полей. То есть они являются фундаментальными. Мы их просто ощущаем, но многие не задумываются. А кто задумывается, пишет уравнение, решает и работает, делает эксперименты. И вот, наконец, первый очень важный результат в теории физического вакуума оказывается, что есть третье фундаментальное поле. Это поле инерции. Оно, это поле, создает силу инерции. Значит, оказывается, что мы, это поле, ну, вот как выражается Роджер Пенроуз, он в своей работе, вот здесь, «Путь к реальности» вверху, да, 2005 год, последняя страница, тысячу страниц, реферирует все теории физические и в конце говорит, мы что-то, значит, с вами прозевали что-то очень важное. Вот он прям просто такой. Так вот, ответ на его вот эти, как бы, сожаления, это мы действительно прозевали. Мы прозевали поле инерции. А когда, кто первый вопрос касательно поле инерции поставил в физике, так это Ньютон. Он первый задал всем вопрос, почему искривляется поверхность воды, если ведро с водой начинает вращаться? Оказывается, что возникает поле инерции внутри ведра, и оно проявляется через силы инерции, а не плоскую поверхность невращающуюся ведра превращает в гиперболическую. Так вот, есть третье поле, поле инерции. Я просто как физиков вас прошу обратить внимание, и, возможно, кто-то будет в этом направлении даже работать. Так еще один результат. Оказывается, что поле инерции представляет собой в теории физического вакуума волновую функцию. То есть в теории физического вакуума есть, конечно, вот эти все уравнения. И Эйнштейна, и Максвелла, и Дерака, они все есть. Но вот в уравнении Дерака Пси оказывается полем инерции, нормированным на единицу. То есть, смотрите, мы уже несколько раз, начиная с Ньютона, проявление поле инерции наблюдали, но никогда случилось так, что мы не смогли как-то вот до последнего времени более пристально посмотреть на эти уравнения. А уравнения, вот они выписаны. А, Б уравнения. Они представляют собой уравнение кручения. Вы знаете, кручение, оно еще называется торсионное поле, кручение пространства. Первый говорил о кручении пространства французский математик Эли Картан. И вот после того, как он ввел термин кручение или торсионное поле пространства, было много работ в физике и в математике, но оказалось, что вот есть такие уравнения, которые имеют физический смысл. Вот эти уравнения А, Б1 и Б2 – это уравнения Эйнштейна, ну, лучше сказать, типа Эйнштейна, не совсем, не один к одному. И уравнения внизу Янга-Милса, где вот это торсионное поле или поле инерции играет значительную роль, создавая источники гравитационных и электромагнитных полей. То есть такая картина. Чисто полевая теория, источники, раньше это были точки или какие-то распределения, теперь это полевой объект. А какое поле? Поле инерции. Внешние поля являются гравитационным и электромагнитным. Других полей нет. То есть три фундаментальных поля. И вот опираясь на эти результаты, можно показать, что можно решать эти уравнения. Это отдельная песня, довольно сложная. За решение этих уравнений, которые были предложены Роджером Пенроузом в 1962 году, не эти точно, а подобные, для решения уравнений Эйнштейна, находились в уравнении решения. То есть математики их предложили уже, а я приспособил их для физики. В этом мое достижение. Ну, и вот еще обратите внимание, что произошло при ходе этих уравнений. Во-первых, оказалось, что мы плохо понимаем, как описывать вращение. Вот да, мы каждый день наблюдаем что-то вращающееся. И мы знаем, что есть угловая скорость вращения. И вот есть такая простая формула, школьная, омега равно В деленное на Р. Но вот посмотрите, омега – это функция углов, ну, например, углов Эйлеров, в общем случае трех. То есть это омега зависит от угла поворота. Углы поворота измеряются в, ну, например, Эйлеровские углы, заданные еще Эйлером в 17-18 веке. Вот они измеряются от… Во-первых, они безразмерны. В отличие от координат x, y, z и c, t, в которых измеряется радиус, вектор или линейная скорость, углы – это зависит от безразмерных величин. У них размерность, ну, в радианах, да, то есть нет такого, как длина здесь. Они, эти углы – это другая совершенно группа. Это группа вращений, а эти координаты – это трансляции. Значит, оказывается, чтобы правильно понимать вращение, нужно рассматривать не трехмерное пространство x, y и z, вот как мы сейчас делаем, а нужно, по крайней мере, если у нас три координаты угловых и три трансляционных – это шестимерное пространство, а в общем случае четырехмерного координатного пространства это будет десятимерное пространство. Математики с таким пространством уже работают, то есть они называют это расслоенными пространство. И вот правильная формула здесь дана красным, как высчитывать угловую скорость четырехмерной, зависящую от шести углов, в случае четырехмерного пространства, где есть вращение материи. И вот я опять-таки напоминаю, Эли Картан первый сказал, что вращение материи, он математик, изменяет геометрию пространства, причем пространство начинает обладать кручением. Так вот здесь просто я приведу формулы, чтобы как-то вас убедить в том, что Т с тремя значками – это поле инерции, я его трактую, а вот поле инерции состоит из омига с тремя значками. Это в математике он носит название объекта негалононности или торсионным полем. Он создает кручение пространства. Совершенно невероятно. Вы никогда никто не задумывался, что когда гироскоп вращается, то он создает вблизи гироскопа и внутри его некое поле, которое порождается вращением материи. И все это описывает. Вот это новая теория физического вакуума. И кроме обычно в трансляционных координатах мы имеем метрику – это расстояние между двумя точками пространства, а в данном случае мы еще имеем вторую метрику. Это никто в мире пока среди физиков не использовал вращательную метрику. Вот она внизу здесь написана. И надо использовать вот эту вращательную метрику, которая задана на внутреннем пространстве. Тут как бы пространство устроено так, что есть внешнее пространство. Мы все работали всегда во внешнем пространстве трансляционных координат, но в каждой точке координатного пространства есть еще угловое пространство, локальное, которое является компактным таким. И это пространство образовано шестью углами в четырехмерном пространстве. И вот это связано как раз с внутренними симметриями, в том числе и элементарных частиц. Значит, получается переход в уже известные вещи, но на более фундаментальной основе. Вот один из результатов происходит обобщение формулы Эйнштейна Е равно МЦ квадрат. М становится масса. Это полевая величина. Она определяется вот по такой формуле, куда входит торсионное поле. То есть поле инерции, как бы интеграл от поля инерции по некоторому объему образует массу объекта. И тогда, значит, если мы, допустим, имеем некую замкнутую систему, ну, в смысле того, что она не имеет воздействия внешнего, то есть без отсутствия внешних сил, вот такая система устроена по законам этой физики, может передвигать свой центр масс, свой центр масс, вот в соответствии с этой формулой. То есть если мы возьмем и напишем закон сохранения импульса, вот здесь он внизу записан, закон сохранения импульса, где масса является функцией временем, полевая масса, то за счет того, что у нас мы продифференцируем, у нас получится член, он имеет вот этот справа, второй, вот этот член, он имеет смысл сил инерции. Возникает сила инерции внутренней, которая заставляет двигаться центр массы этой системы. Вот то, что раньше было запрещено в рамках этой науки, разрешено за счет того, что мы используем управляемые силы инерции, изменяя массу. Эффективная масса. Здесь были такие разговоры, что вот частицы, тяжелый электрон, например, имеют эффективную массу, здесь тоже эта масса эффективна. Значит, как это можно на эксперименте? Вот я вам сейчас покажу эксперимент, который подтверждает то, о чем я говорю. Значит, это весы. Взвешивается гироскоп без вращения. Значит, посмотрите, без вращения весит 710 грамм. Теперь он делает прецессию этого гироскопа. Появляется угловая скорость прецессии. 708 грамм. Каждый может это проверить. 700, значит, опора изменилась у прецессирующего гироскопа. Реакция опоры меньше, и весы это показали. Кстати, этот эффект описан в учебнике Ольховского Игоря Игоревича. Это у нас в МГУ курс теоретической физики для физиков. На странице 359. Вы можете посмотреть, где он пишет, что если гироскоп прецессирует, то реакция опоры на пол, на подстилку такого гироскопа, а в данном случае опора является весы, уменьшается. Реакция не совпадает с весом гироскопа. Это было замечено, но внимания не обращали. На самом деле, вот это и есть как раз зависимость от угловой скорости, а у нас угловая скорость прецессировающего гироскопа отличается от угловой скорости просто гироскопа без прецессии, потом вращение двумерно в этом случае. Вот это, значит, один из примеров, который можно проверить. А вот теперь уже как бы серьезный разговор. Вот есть такой метод, когда любое решение уравнения физического вакуума, решение довольно сложный процесс. В 70-е годы за решение давали докторскую у нас в России, а потом стали давать кандидатские. Есть специалисты, они уехали в Америку, правда, значит, вот есть такая формула, вы в моей книге можете найти, когда если есть метрика, вот решение, а решение включает в себя метрику, а это метрика плоского пространства, вот по такой формуле можно вычислить потенциальную энергию этого решения. И вот если это провести уже с известными решениями, найденными в 1917 году, это решение Шварцшильда, решение уравнения Эйнштейна и решение Деситра с лямбда-членом, то вот можно вычислить потенциальную энергию и потенциал, который здесь представлен. То есть появляется, например, вот это гравитационное потенциал, вот если все это преобразовать, а здесь потенциал, который носит вид кваркового потенциала, поскольку это вклад этого члена с ростом расстояния от центра растет и оказывается темную материю, темную энергию описывает, можно описать, вот, по крайней мере, качественно, потому что количественно очень сложно, потому что расстояние и прочее очень трудно измеряемые вещи. Значит, тут появляется обычная потенциальная энергия ньютоновская, и вот тут добавка, связанная с решением Деситра. Этот потенциал описывает обычное, значит, движение тел вокруг центра, допустим, в галактике. Те, которые к ядру галактики и ближе, тела движутся по законам Ньютона. Ну, по круговым там или оптическим орбитам. А чем дальше отходим от центра, тем больше сказывается влияние этого члена. Лямбда здесь отрицательная, значит, здесь плюс стоит. То есть идет отталкивание вместо притяжения Ньютоновского. И чем дальше отходим от центра, тем быстрее разбегаться должны массы, которые вокруг этого центра движутся. И это наблюдается действительно, то есть это фундаментальный подход. А сейчас темную энергию всякими фенологическими теориями пытаются объяснить, хотя вот эта теория дает сразу ответ. Значит, вот здесь приведена классификация решений по группам изометрии. Ну, группа изометрии – это группа, которая оставит неизменную метрику трансляционную, расстояние между двумя точками. И оказывается, что вот решения Деситра Шваршильда, вот они по вот этим подгруппам специальным пространства, их можно квалифицировать. Я не хочу в тонкости, потому что мы закопаемся. Так вот, интересно, что вот первое, куда группа Деситра входит под группой спинорная, спинорная, она SL4C, ее основная, одна из основных подгрупп – это группа У1. В стандартной модели она порождает электромагнитные взаимодействия. На группу СУ2 – это слабые взаимодействия, и на группу СУ3 идет такая изоморфизм между группой SL4C и вот всеми теми группами, на которой стандартная модель основана. То есть мы как бы зацепили только верхушку айсберга. На самом деле вот все решения вот здесь, они содержат более сложные группы. Ну вот самая сложная тут, например, SL16C, и у нее такие подгруппы, как СУ8, и есть модели в совершенствовании стандартной модели, в которых используются группы более высокого ранга. То есть мы раньше как-то это все на основе феноменологического материала понимали, что нужно вводить группы внутренних симметрий вот этих. А сейчас мы заранее знаем, каким группам с каким потенциалом взаимодействия связано то или иное взаимодействие стандартной модели. Ваше время истекает. Истекает. Все, значит, смотрите. А вот теперь, что касается холодного ядерного синтеза, значит, я покажу вот эти решения, некоторые суперпотенциалы полученные. Они содержат, например, грационные, электромагнитные и ядерные взаимодействия. Значит, смотрите, вернусь. Ядерные взаимодействия, четыре вида. То есть мы можем учитывать все эти взаимодействия, находить потенциалы взаимодействий. И вот здесь просто я беру взаимодействие электромагнитное и спиновое. И оказывается, что мы можем построить модель нейтрона, протона совершенно другим способом. Протон в середине, а электрон находится вот здесь, торсионная яма. Это кулоновская потенциальная энергия. А спин, учет спина протона и электрона дает нам яму, которая неустойчива и действительно протон распадается. То есть здесь уже появляются возможности на основе точных решений строить модели элементарных частиц. А вот не могу, конечно, не сказать, что ядерные силы были исследованы с помощью этой теории, с помощью потенциала вот такого. И, значит, это классический... Да что ж такое она уходит-то? Это классический расчет. Это было сделано моими последователями и соратниками Евгением Губарев. Это я не могу удержать. И Андреем Сидоровым. Вот Евгений Губарев находится здесь на конференции и будет, может быть, об этом говорить. И вот смотрите, как получается, какое совпадение теоретических и экспериментальных кривых. Поэтому мы считаем, что это новый шаг в развитии ядерных взаимодействий. Ну вот здесь в книге Евгения Губаря «Теория реальной относительности» в 209 году показано, что, используя вот этот кварковый потенциал в этих уравнениях, можно классифицировать элементарные частицы, что было сделано Гелманом, ну как бы на основе СУ-3. А мы вот используем же не только группы симметрии, такую же, но и потенциалы новые. Но здесь я не могу ответить, что на Земле уже созданы. Это нас касается, потому что мы ищем источники энергии, работающие генераторы энергии нулевой точки. Это Тесла создал еще в 1931 году. Сейчас в Свейцарии 700 ватт. Это Пауль Бауман. Хотел я к нему поехать на связи с событиями. Даже визу имею туда, но не хочу сейчас ехать. И вот последний самый, это ирландец Роберт Холком. Он просто обратился, он создал такие устройства, у него они работают, он обратился. И вот на его сайте есть такое обращение. Я обращаюсь ко всем людям нашего мира, проложить путь для наших лидеров, то есть подтолкнуть наших лидеров, наше правительство. Давайте отправим ископаемое топливо в анало истории и принесем чистую энергию миру, который так отчаянно нуждается в ней. Понимаете? Ну и все, я заканчиваю. Основные выводы. Теория физвакуума фундаментально обобщает феноменологическую стандартную модель, при этом из решения ее уравнения следуют фундаментальные потенциалы взаимодействия. Ну и в явлении сейчас анализ показывает основную роль в понижении кулоновского барьера, играя в спины взаимодействующих частиц и сопутствующие нейтрино в этом процессе имеют. Это многими из вас тоже как бы это отмечается. То есть спин в хеа сыграет очень важную роль. Всего благодарю за внимание. Большое спасибо. Ну вот я, когда слушаю, Геннадий Иванович, всегда получаю удовольствие не только с точки зрения содержания доклада, но всегда это просто получается очень красиво. это, если смотреть эти слайды, которые он выставляет, то это просто, я бы сказал, произведение искусства, а не только источник научной информации. Но, к сожалению, время уже довольно сильно исчерпано, поэтому вопросы мы отнесем на круглый стол. Да, давайте, я готов ответить. Тем более, что круглый стол Геннадий Иванович будет сам вести. Поэтому вот и Никитин, и Савинков сможете задать, и все остальные сможете с ним задать вопрос и будет кудироваться. Он будет сегодня вечером вести круглый стол. Да. Поэтому давайте переходим к следующему докладу. Называется «Модель странного излучения в электродинамике ориентируемой точки». Евгений Алексеевич Губарев. Ну, пожалуйста, начинайте. Надо, Геннадий Иванович, убрать презентацию. Вы, по-моему, презентацию не убрали. А, вы сейчас убрали, правильно? Динамик, Евгений Алексеевич, включите микрофон. У него... Да, 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 да. Большое спасибо за замечание. Я приветствую уважаемых коллег на столь представительной конференции, 27-й уже конференции. Я обращаюсь к организаторам. Организаторам вот где вот ЕАГУ, где МАИСИАЛЛЫМ. Так, все и нет. Евгений Алексеевич. Дать возможность инстрируть экран. Где вот я не свечусь? Нет, нет, нет. В другом месте. У меня опять выключили микрофон. Нет, нет. Мы вас слышим. Мы вас слышим. Добрые, вот не здесь включите. возможность демонстрации. А вот здесь вот. Там я ищу один. Еще в одном месте. Почему такая сложность? Я вот не могу вас найти пока. Я могу. Микрофон-то... Евгений Алексеевич, слушайте меня. Ну, вы включите сами. Вы там сами можете включить. Включаете. Включает человек сам. Вот я здесь включил микрофон. Вот здесь включил микрофон. Да микрофон у вас работает. У вас видео не работает. Ну, будьте добры. Демонстрация экрана. Включите здесь. Вот. Поделиться. Теперь меня видно? Видно, да. Видно, да. Отлично. Вот будет полная демонстрация экрана. Евгений Алексеевич, вы второй аппарат прикройте подушкой. Иначе вы будете нам... Я вас уже просил об этом много раз. Теперь мы вас не слышим. Вот сейчас слышно. Сейчас слышно. Ну, отлично. Значит, уважаемые господа, дело в том, что я хочу поменять последний из докладов. Вот мой доклад называется... Сейчас скажу. Лучше-то я забыл. Ориентируемая точка в четырехмерном пространстве. Нет, нет, нет. Это один из слайдов. После действия в электродинамике ориентируемой точки. Второй доклад. Вот это, да? После действия в электродинамике ориентируемой точки. Ну, вот здесь произносилось термин ориентируемая точка. Вот понятие ориентируемой... Вообще, вот современная механика... Вернее, механика Ньютона, она основана на понятии материальной точки. Материальной точкой можно назвать тело в данной задачи, размером которой можно пренебречь, и ориентацией которой можно пренебречь. Так вот, современная научная парадигма основывается на понятии материальной точки. Трехмерное пространство в этой механике Ньютона и обычная материальная точка в четырехмерном пространстве. Это уже в общей теории относительности Эйнштейна. Но, начиная где-то с начала 20 века, появилось понятие ориентируемой точкой. Мы можем назвать ориентируемую точку тело малых размеров, ориентацией которой мы не можем пренебречь. Такими телами являются, допустим, элементарные частицы, которые обладают спиной. Значит, самое короткое определение. Ориентируемая точка в четырехмерном пространстве это тело пренебрежимо малых размеров, связанное с четверкой ортонармирных векторов. Необходимо, конечно, отметить, что пространство событий, то есть понятие ориентируемой точки, было введено в начале 20 века братьями Кассера, Эженом и Франсуа, французами, восходит к 1909 году. А вот пространство событий ориентируемых точек, четырехмерное пространство событий ориентируемых точек введено моим учителем и научным предшественникам Геннадием Ивановичем Шиповым в последний третий двадцатого века. Как уже говорил Геннадий Иванович, здесь, на этой инференции, вот пространство Шипова представляет собой расслоенное пространство, состоящее из базы расслоения четырехмерного пространства, которое относится к общей относительности, и касательное расслоение, которое представляет свою совокупность плоских, все двух клипных пространств, которые прилеплены по касательной каждой точке базы расслоения. Значит, на основе вот этого пространства событий создана так называемая теория относительности реальных систем отчетов, которые я не буду сегодня останавливаться, я просто сегодня скажу о принципах реальной относительности. Для описания событий все реальные системы отчета равноправны между собой, не эквивалентны, но равноправны. И уравнения локально выражающие законы природы должны быть инвариантны по отношению к преобразованию коронных событий между реальными системами отчета. Мы не будем сегодня на этом останавливаться, потому что совершенно другая тема, на которую я хочу заострить ваше внимание. Значит, роль реальной системы отчета играет ориентируемые частицы, свободно двигающиеся во внешнем геометризированном поле. Вот реальность системы отчета можем представить орбитальную станцию, мир, допустим, с далекого расстояния, которая может свободно ориентироваться с помощью двигательной ориентации в трехмерных углах, а также, я думаю, что она может ориентироваться и по скорости, двигаясь по орбите с разной скоростью. Теперь, переходя, собственно, к электродинамике, необходимо отметить, чем, так сказать, плоха ли хороша классическая электродинамика. Хочу сказать, что классическая электродинамика, уравнения классической электродинамики были построены порядка 150 лет назад. Очень много авторов предпринимали попытки реконструировать классическую электродинамику Максвелла. И мне кажется, что почти, вернее, все они оканчивались неудачей. Каждый раз что-то терялось. Либо подправленная теория не была логическим расширением классической теории, либо она противоречиво описывала новый эксперимент. Дело в том, что электромагнетизм Максвелла Лоренса это фундаментальная, то есть верная всегда в области своего применения, и очень жесткая теория, не терпящая никаких расширений, без расширения ее платформы. А ее платформа является специальной теорией относительности. Это доказано в 1905 году Алиберт Эйнштейн. Самые главные своисти по специальной теории относительности. Отсюда следует прямой вывод. Расширить классическую электродинамику для цели. Для цели объяснения новых экспериментальных фактов, которые явно выходят за рамки уже классической электродинамики. Так вот, расширить классическую электродинамику можно, только расширив специальный принцип относительности, который устанавливает относительность инерциальных системы отчетных. Вот я попытался сделать, построить уже новую электродинамику, электродинамику ориентируемой точки, уравнение которой инвариантные. Что такое инвариантные? Они имеют своего вида при преобразованиях координат и полей между реальными системами отчетных. Что же вышло? Вот вверху, в первой верхней половине этого слайда, представлены в четырехмерном виде уравнение классической электродинамики. Они выписаны из знаменитой книги Ландау Лившица «Теория поля». Они там приведены в четырехмерную виде. Запятая и С, допустим, это означает обычную частную производность по соответствующей координате. Значит, удалось доказать, что единственным образом можно сформулировать четырехмерное уравнение электродинамики ориентированной точки, при этом потребовав, что в предельном случае, когда реальность системы отчета неинерциальная, будет приближаться к инерциальной, то эти уравнения должны перейти в уравнение классической электродинамики. Вот внизу выписаны уравнения уже электродинамики ориентированной точки, которые удовлетворяют этому требованию. Они найдены в единственном виде. Вот только такие уравнения, но они написаны в четырехмерном виде. Чем они отличаются? Если их расписать по компонентам, в другом немножко виде, не в виде производных, а уже расстав вот этот вот производитель слоя у компонентов, мы получим все уравнения 54 и 955. Это также уравнения электродинамики ориентированной точки, выясненные в четвертьмерном виде. При этом, то, что слева, то, что слева, значит, это первое и третье уравнение, это второе и четвертое уравнение. То, что слева, значит, если здесь ноль, если бы здесь стоял ноль справа, то это уравнение обычной классической электродинамики. Но здесь стоят называемые вакуумные источники. Что касается уравнений непрерывности, если бы здесь стоял ноль, то это было бы классическое уравнение непрерывности и классическое электродинамики. Но здесь еще вакуумный источник, фактически заряды. Значит, вакуумные источники представляют собой результат взаимодействия излученного электродинамидного поля и касательного расслоения. Касательное слоение, как говорил сегодня Геннадий Иванович, и это есть основная структура, которая формирует наше представление, геометрические представления физическому вакууму. Это является новой надпространственной структурой теории относительности Рим-Система-Мачёта. Оно представлено коэффициентами вращения Ричи, которые не имеют локализации по пространственным координатам. Что это означает? Мы не можем установить, мы не можем ограничить область пространства, локализовать, в которой они есть, а в соседней области их нет. Они есть всегда, если мы переходим в неинерсальную систему отчета, связанную с зарядом. А как показывает классическая электродинаминка, только ускоренный заряд может излучать. В следствии вот этого свойства вакуумные источники входят в уравнение электринамики ориентируемой точки для свободного электромагнитного поля, то есть в области распространения свободной от классических источников. Классическими источниками, как мы все знаем, являются заряды и токи. Но я хочу сказать, что данный процесс является аналогом переизлучения классического электромагнитного поля в сплошных средах. Теперь мы приступаем. Значит, у этих общих четырехмерных уравнений есть несколько... То есть мы их можем рассматривать, специализируя систему отчета, связанную с зарядом. Вот если мы рассмотрим вращающийся заряд по круговой траектории, то мы можем перейти из четырехмерной записи этих уравнений в трехмерные векторные записи. Вот здесь представлены, значит, системы уравнений новой электродинамики, записанные в трехмерном векторном виде. При этом здесь применяется нелетативистское приближение. Что это означает? Это означает, что скорость движения заряда по круговой орбите считается много меньше скоростью света. Значит, в этом приближении, если будет какое-то релетативистское приближение, значит, там будут другие, другое выражение для вакуумных источников. В этом приближении, вот здесь, в первом, в третьем уравнении, мы выписали выражение для вакуумных источников. Значит, классические источники – это ток, заряд. Источниками также является, значит, сменение во времени магнитного электрического поля. Это как гуляционные члены. Но здесь также присутствуют еще новые вакуумные источники, связанные с действием касательного расслоения, но это сложный вопрос, и излученного магнитного электрического поля. Несколько слов уже о свойствах вот этих уравнений. Они были проанализированы. Ну, хотя бы, они были проанализированы в следующем случае. Хотя бы в случае, когда угловая скорость вращения заряда по круговой ордите значительно, что соответствует вращению заряда в микроскопическом случае, то есть в атомных, ядерных или молекулярных структурах, то тогда мы можем пренебречь всеми… Да, и в случае отсутствия, конечно, классических источников, то в этом случае мы можем пренебречь индукционными членами по сравнению с этим вакуумным членом. Он будет доминирующим. То есть речь идет о специальной зоне генерации вот этих новых, вернее, электромагнитного поля, новой электродинамики. Так вот в этом случае, если мы просчитаем, просто возьмем, посчитаем электродвиживающую силу в контуре, которая охватывает падающую волну в плоскости в перпендикулярном направлении распространения, то она будет торжественно равна нулю. Что из этого следует? Из этого следует, что вот эта вот электромагнитная волна, излученная в специальной зоне генерации, не будет возбуждать никаких токов ФУКО, которая производит работу над свободными зарядами, и электромагнитная энергия переходит в тепловую энергию. Значит, электромагнитная энергия падающей волны, она не будет рассеиваться, и отсюда следует, что тогда вот эта вот волна, электромагнитная, будет обладать свойством сверхпроникаемости в проводящих средах непрозрачных для классических электромагнитных полей. Вот вам свойства преодоления кумоновского барьера. Первое свойство. Вот я об этом заявляю как вот сразу и громко. Ну, было поставлено очень много экспериментов в торсионной физике, которые говорят о том, что сигнал, излученный вот этим генератором Акимова, так называемым торсионным генератором, он действительно проходит свой толщу городской застройки и принимается приемником на расстоянии, были опыты, на расстоянии 21 километр. Значит, речь идет о первоначальных опытах, о пионерских опытах, которые были продемонстрированы в апреле 1986 года. В 21 веке, в 2018 году, эти опыты были повторены успешно. То есть вот статья господина Кермаха, нашего коллеги из Германии, Штутберта, который представил эту работу, связанную с репликацией этих экспериментов. Значит, вот в журнале формирующихся направлений науки в 2018 году. То есть проведена репликация этих экспериментов. Какие еще свойства электромагнитных волн, которые сгенерированы в специальной зоне генерации? То есть когда вот эти вакуумные источники являются доминирующими. Значит, возможно, свойства доступности чистых вакуумных источников вызывают электромагнитные поля с ненулевой плотностью энергии. Здесь я хочу сослаться на две экспериментальные работы классических. Прежде всего, установку, о которой все знают, Година и Рощина, которая была, отчет об этих экспериментах был опубликован в 2000 году. И экспериментальную работу председателя нашей конференции Антолия Ивановича Иклимова. Вот в частности, у него очень много публикаций, но здесь представлена публикация о работе плазменного вихревого реактора, где было получено 7-кратное превышение выходной тепловой мощности над электрическими затратами. Значит, следующее свойство. Наличие третьего источника, вакуумного источника, это кроме электромагнитных классических источников зарядового тока, это просто материальное вихрь, которое имеет простейшую форму в виде вращающегося нейтрального тела. Значит, вот уравнение, которое касается отсутствия всего, статические уравнения. Значит, здесь нет индукционных членов. Нет классических источников, есть только источник в виде вращения твердого тела. Значит, связь с экспериментами очень простая. Это эксперименты Мельника, Игоря Анатольевича, а также многих, некоторых других авторов, о которых вчера говорил Николай Алексеевич Колтовой. В частности, эксперименты участников нашего конференции Виктора Анатольевича Панчелюги. Он также занимался с Игоря Анатольевичем Мельником этими экспериментами, в которых было продемонстрировано влияние вращения твердых или же цветел на свойства радиоактивного распада радиоактивных источников. Теперь перейдем, собственно, к теме доклада. В теме доклада заявлено эффект последействия в электродинамике ориентируемой точки. Он объясняется следующим образом. Для этого надо было получить выражение для плоских монохроматических волн. Это совершенно классический анализ. То есть, если вы раскроете серьезный учебник электродинамики, то первое, что делается в классической электродинамике, смотрят плоские монохроматические волны. Но в пустом пространстве, в отсутствие классических источников. Плоские монохроматические волны были получены. Вот эта формула 10. Это есть мультипликация обычной, классической монохроматической волны, которая с фазовой скоростью равна скорости света и истоящей волны с пространственным периодом в соответствующем пространственным периодом. Если мы запишем это в единой формуле, то наблюдаемые, то есть, вещественные компоненты электрического поля, вот они записываются таким образом EX, EY. Отличие от того, что написано в классических источниках, вот в этом члене, так называемом линейном набеге фазы, линейном набеге фазы. То есть, если вот омега 0 равно 0, то здесь мы получаем просто классическую монохроматическую волну. Но здесь появляется линейный набег фазы, который может быть существенным, как уже об этом говорилось. Значит, если наблюдатель, который находится на расстоянии Z0 от начала координат, он может сфиксировать только стационарную фазу стоящей волны. Он будет от бегущей волны получать как будто это свет далекой звезды. Получать такую же информацию, если она не модулирована, просто это будет поток энергии. Что же касается стоячей волны, то стоячая волна не может быть не может быть волной агентом при передаче сигналов, связанной с этой волной. Вот передача информации обязательно должна быть связана с модуляцией, несущей частоты или периода этой волны, то есть вакуумной источнике. То есть мы должны внести модуляцию в вакуумный источник, который связан с головой скоростью вращения вот этого заряда, нашего излучающего заряда. Тогда в точке Z 0 наблюдатель будет зафиксировать электрическое и магнитное поле, которое выражается такими формулами, связанное с стоячей волной. Это вот постоянная часть, а вот это переменная часть, где F это не то же самое, это функция отлика на вот эту модуляцию. Так вот исследование, которые были проведены с моим коллегом, коллегой Ангелой Ивановичей Сидоровым, показали, что функция отлика на сигнал на модуляцию является просто интегралом по времени от этой модуляции. Вот эта формула, вот результат вот этой работы, вот эта формула, функция отлика. Так вот, представим, что электродинамическая система при T меньше нуля, система с вакуумным источником, которая может быть связана с вращающимися зарядами или с вектором поитинга. Кстати, обращаю внимание на большую серию работ, которые сделали несколько авторов, в том числе присутствующие на нашей конференции Виктор Анатольевич Путилюга. Он называет это P-излучением, то есть излучение связанное с вектором поитинга. Представим, что вот эта система электродинамическая находилась в динамическом равновесии. При постоянной скорости вращения значит, ну, омега 0. А при T равно 0 включилась модуляция, стопроцентная модуляция. Вот это вот ε, оно минус омега 0. Ну, так можно сделать, формула это позволяет. Здесь не обязательно маленькая модуляция, она может быть и глубокая. В реальности это означает остановку вращения и, то есть, выключение вот этого вакуумного источника. Если эффект был связан с вращающим вектором Путинга, это означает остановку вращения вот этого вектора Путинга. Так вот, по этим формулам наблюдатель при T больше 0 в точке Z 0 обнаружит поле, которое вычисляется вот по этой формуле. Здесь есть время больше нуля. Что это означает? Установку выключили, а поле есть на выходе, там, на точке Z 0. Причем оно колеблющееся. Ну, конечно, там дисципативные процессы будут. Установку выключили, а поле есть. Вот таким образом в электринамике ориентируют точки. Да, я хочу сказать, что подобные эффекты или фантомные эффекты, они обнаружены во многих опытах, связанные с холодной трансплутацией ядер. Вот эти эффекты. И поэтому вот этот факт, он может пролить свет на электромагнитное поле, которое связано с физическим процессом холодной трансплутации ядер. Значит, вот новая электродинамика позволяет при выключении установки, связанной с эксплуатацией вот этого вакуумного источника, при выключении его, то есть при остановке, допустим, вращающегося вектором поттинга, объяснить появление фантомного поля или объяснить эффект последействия. Так, вот первую презентацию я закончил. Может быть, какие-то вопросы? 25 минут прошло. Нет, вы полчаса говорили. Хорошо, я не буду с вами спорить, я тогда приступлю, если нет вопросов. Давайте, может быть, сразу второй доклад, и если время останется, тогда вопросы по обоим докладам. Хорошо. Давайте. Тогда мне нужно эту... Сейчас, тогда мне надо выйти. Найти, нажать красную кнопочку. У меня все есть, все есть, эту презентацию я просто... Ничего не надо, просто эту презентацию, другой презентацию надо нажать, поверх этой. Они все уже есть. Ну, можно и так, это верно. Нет, что-то не получается. Давайте это, тогда вот это вот уберем. Все-таки надо убрать. Остановиться вместо использования. Так, будьте добры, мне снова демонстрацию экрана, где я губаю. У вас есть право, продолжайте, нажимайте зеленую, потом презентацию поделиться. Вот сейчас нажмите на ту презентацию, которая вам нужна конкретно. Да, вот странное излучение, вот она. Да, мы ее видим, спасибо. Моя презентация, вторая презентация, второй доклад называется модель странного излучения в электродинамике ориентируемой точке. В чем это новый материал? Я еще хочу напомнить, что электродинамика ориентируемой точки отличается от классической электродинамики наличием так называемых вакуумных источников, которые стоят справа вот в этих уравнениях и которые являются разведением компонент коэффициента вращения речи, в данном случае на компоненты тензора термогидного поля F классического тензора. Но это общее четырехмерное уравнение, которое приводится к трехмерному виду уже в конкретных случаях. В случае специализации реальной системы отчета, связанной с зарядом или с излучительными источниками электромонитного поля, в данном случае мы рассмотрим другой случай специализации. В случае поступательного ускорения заряда. Поступательное ускорение заряда возникает во многих случаях, в самых знаменитых случаев, который связан с участниками многих конференций по холодной транспортации ядер, это эмиссионный взрыв проводников хотя бы, который очень много обсуждался на нашей конференции. Так вот, неалитивистские уравнения, которые трехмерные уравнения векторные, которые получаются из общих четырехмерных уравнений, в этом случае вот они приведены в формуле 90, где вакуумные источники находятся справа первым и третьим уравнений, вне релятивистском случае. То есть, когда скорость заряда гораздо меньше скорости света, но это не означает, что она может демонстрировать, вернее, этот заряд может демонстрировать маленькое ускорение. Ускорение может быть большое. И вот эти члены, связанные с бета с точкой, бета это Vxc, это термин, который был принят ускорительной физике, релятивистской физике, это Vxc, он порядка единиц, вернее, порядка очень маленьких, гораздо меньше единиц, но бета с точки может быть большим. Производная его по времени может быть очень большим, то есть скорость изменения скорости ускорения может быть большим. бета с точкой это ускорение поделить на скорость света. Значит, вот эти уравнения в случае поступательного ускорения заряда, с которым связана реальность темы отчета, записываются вот в этом случае. И в этом случае мы видим, что в уравнении непрерывности присутствует в вакуумный источник справа. Если бы его не было, это было обычное уравнение непрерывности классическое, здесь присутствует некий вакуумный источник. О чем это говорит? Что в некоторых случаях возможно генерация заряда прямо из вакуума. Вот этот уравнение говорит, я, правда, его не исследовал. Вот эти вот случаи, когда это возможно, когда он является доминирующим. считается, что здесь в уравнении появности все-таки вот это член справа малый, и можно вообще пренебречь. Ну, то есть, это задача на будущее. Исследовать генерацию образования заряда заряда из вакуума. это еще раз повторяю возможно. То есть, декларируется, что это возможно. Значит, свойства, которые свойствуют этих полей, обычных электродинамических полей, новой электродинамики, которые получены при генерации вот этих полей зарядом, который показывает поступательное ускорение. Классические ледновинки это дипольное излучение, но мы будем рассматривать случай, когда доминирует вот этот вот член. Есть и дипольное, конечно, излучение. Смотреть, когда классические члены, а доминируют вот эти вакуумные члены. Вот этому посвящен доклад. То есть, как бы это странное дипольное излучение. Странное относится к доминированию вот этого вакуумной источника дипольный относится тогда, когда этот источник мало. То есть вот это уравнение переходит в два разряда, в два предела. Классический предел и вакуумный предел. Что можно сказать при анализе плоских монопократических волн? Точно так же рассматривано вот это излучение, если мы его связываем со странным излучением, то есть говорим о том, что странное излучение это, в общем-то, ну вот принимается такая концепция, которая вот здесь обсуждается. То есть модель странного излучения связана с электрономическими полями, но в электринамике в специальной зоне генерации. Когда доминирует вакуумный источник, то есть когда ускорение заряда очень велико, которое достигается как раз при взрыве по проволочке. Там очень большое ускорение, поступательное. Опять же здесь демонстрируется, уравнение демонстрирует что? Они показывают, что также есть свойства сфер проникаемости через среды, непрозрачные для классических электромонитных волн. Точно так же, если мы вычислим вот электроидывающую силу плоскости, перпендикулярной плоскости распространения волны, то электроидывающая сила вот в этом специальном случае, в специальной зоне генерации будет равна нулю, но только в направлении вперед. Значит, вот это вот излучение, оно более сложное, оно имеет непростую диаграмму направленности, но об этом чуть позже. Значит, вакуумные источники входят в отличие от тех вакуумных источников, которые связаны с вращением заряда по круговой траектории. Вот здесь другой случай. Вот эти вакуумные источники входят в баланс передачи электромагнитной энергии, дополняя закон Джоуэля Ленца членов вакуумного происхождения. И третье. Рассматриваемое излучение имеет алгоритмический декремент затухания, профессиональное увеличение и ускорение излучающего заряда. Вследствие этого излучение имеет ограниченную область распространения. Но я хочу напомнить то, что вот вчера участник нашей конференции, Владислав Анатольевич Жигалов, он выступал по своим экспериментам. Вот это его цитата из его работы. То есть зафиксирована ближняя зона образования треков со стороны излучения. То есть дальше треков почти нет. А что это говорит? Это говорит о спадании амплитуды излучения или о большом декременте излучения. Так, значит вот если мы посмотрим баланс плотности потока энергии, то значит вот классическое уравнение, связанное с потоком электромагнитной, плотностью потока электромагнитной энергии. Значит вот вектор Пойтинга. Вот плотность энергии электромагнитного поля в каком-то месте локально. Вот здесь прибавляется в этом учреждении вакуумный источник. Он равен значит вот эта формула. Фактически вот это выражение это новое выражение для дифференциального закона Джоуэля Ленца. ЖИ на Е это дифференциальный закон Джоуэля Ленца. Значит здесь фактически возможно перенос генерации и перенос вакуумной энергии и перенос его на какое-то расстояние. С помощью вот вакуумного вакуумной добавки в закон Джоуэля Ленца. Что же касается обычного анализа, классического анализа с помощью плоских монохроматических волн, то он дает следующее. Вот мы раскладываем вот это решение по плоским монохроматическим волнам с помощью вот этой процедуры. Это известно по четвертьмерному интегралу Фрии. Если ввести угол дельты между направлением ускорения заряды волновым вектором К, то мы получим три. Здесь очень кратко. Получается следующее дисциплиционное соотношение. Здесь есть мнимость, поэтому мы должны ввести комплексный волновой вектор. Для действительной части волнового вектора мы получаем вот это выражение, для комплексной части вот это выражение, которое дает следующее выражение для плоской монохроматической волны. Прежде всего это декремент затухания, который равен бета с точкой косинус дельта на 2c. Вот это и есть декремент затухания, который показывает на каком расстоянии, на каком расстоянии амплитуда вот этой волны уменьшится в е раз 2,71 раза, но потом последует вычисление. Что касается пазовой скорости вот этой волны, то она зависит от частоты и всегда больше скорости света в вакууме. Всегда больше скорости света в вакууме, значит, и здесь есть так называемая нижняя частота, при которой вот эти, при которых монохроматические волны, вот эти вот, не могут возникать. Значит, частота отсечки. То есть, если мы строим какую-то схему, то должен быть запятан какой-то генератор высокочастотный, ниже этой частоты. От чего это вот эта вот частота зависит? Она зависит от ускоряющего поля, который ускоряет, хотя бы для ускорения электрона, то есть частицы с зарядом и масс электрона, вычислена вот эта вот частота отсечки. Если мы возьмем 100 киловольт на метр, это совершенно нормальное ускоряющее поле, в которой, допустим, электронная лучевая трубка. Значит, вот здесь частота отсечки 4,7 мегагетта. Вот, допустим, на поле 180 киловольт на метр, вот это излучение будет иметь логарифмический депремент затухания, значит, равный минус единицы на расстоянии 3 метра, что означает уменьшение амплитуды поля, значит, в три раза на каждые три метра. Вот здесь я хочу остановиться на вилке Абраменко. Это восходит к прибору, который реально существует, где передается электромагнит, высокочастотная электромагнитная энергия по одному проводу. Ну, хотя бы из классической динамики, там должны действовать законы Гергофа, двухопроводные линии. Но вот здесь вилки Абраменко – это такой прибор, который видим, вот здесь обязательно должно быть запитывающий генератор, трансформатор и вот два диода, то есть ПН-переходы. ПН-переходы – это зоны с ускоряющим электрическим полем, как мы знаем, с большим ускоряющим электрическим полем, где вот обычная волна, где вот как раз производится вот эта вот волна новой электродинамики в специальном зоне генерации. Она несет с собой энергию, которая может передаваться по одному проводу, как по направляющим. Здесь стоит обратная вилка Абраменко и мощность передается потребителям. Вот эта однопроводная линия, она есть в Москве, ее можно посмотреть в Институте электрификации сельского хозяйства, где работал Абраменко последние годы. И что вот выводы. Предложенная модель может качественно описывать излучение и распространение электромагнитного поля, обладающего в том числе неклассическими свойствами, полученного при взрывной электронной эмиссии, при коронном разряде и подобных процессе. Вот вчера говорили много о коронном разряде, допустим. Я был на вечерней круглом столе, там говорили о опыте с мышами, что вот это вот излучение коронного разряда, оно имеет патологические свойства. Говорились также о капитационных процессах в жидких средах. То есть источником вот этого поля может быть ускорение незаряженных частиц. Вот я приведу цитату нашего сопредседателя Валерия Николаевича Затилипина, который услышал вчера. Различные эксперименты разного толка порождают одно и то же. Когда говорили о эффектах получения чего-то, что уменьшает естественный радиационный фон, то есть что-то генерировалось, что как-то действует на окружающее пространство. При этом были перечислены электрический разряд, ну то есть вот разряд при взрывной электронной эмиссии, при коронном разряде. Подобные процессы. Потом коэффициальные процессы в среде, которые были продемонстрированы, значит, в паровом котле, что исполнитель работы Илья Николаевича Степанова. И в гидродинамическом контуре. Соисполнитель Александр Львович Шишкин. Вот поэтому вот эта модель предлагается в качестве физического сопровождения вот этих процессов и физических процессов, сопровождающих холодную транспортацию еда. Что же касается первого доклада, то ваш докладчик, то есть ваш покорный слуга, участвовал уже на двух последних конференциях с примерно таким же докладом, как первый. И начиная с 2018 года, значит, это было отражено в материалах конференции, которые изданы. И там в качестве выводов из докладов предлагалось считать агентом холодной трансмутации ядер вот поле новой электродинамики в специальной зоне генерации, которая обладает как раз свойством сверх проникаемости сквозь непроводящие среды, но имеется следующее скулонский барьер, а также другие свойства. То, что ищет вся общественность научная, вот представляется вашим вниманием. Ну я закончил оба доклада, я думаю, что здесь остались, мне кажется, даже 15 минут. Вот судим, по-моему. Спасибо, спасибо за интересный доклад. Может быть, будут какие-то вопросы? Действительно осталось время. Давайте вопросы, давайте вопросы. Так, Юрий Кириллович Евдокимов поднял руку. Ну давайте. Включите микрофон. Вот понятие точки, значит. Точка, скажем, евклидовая геометрия имеет размерность ноль, длинная имеет размерность единица, поверхность имеет размерность двойки, объем имеет размерность тройки. Вот когда мы говорим о точке, если у евклидового рамка евклидового геометрия, то точка – это ноль. То есть у него, в принципе, свойство, будем говорить, направленности, что ли, просто получается математически стать приемом. В то же время реальность физической точки, физической точки имеет некий объем, некую размерность. Ну, например, возьмем две точки. Одна точка имеет ноль, но если две точки рядом поставим, у нас будет размерность больше нуля. Ну, скажем, одна десятка, к примеру, говорю. Так вот, по-моему, не введение математических таких вот новых сущностей, а надо введить понятие, вводить понятие размерности и ими оперировать. Вот эти введения размерности точки приводят к тому, что у нас уравнение уже становится математическим. Я не вижу здесь вопроса. У вас вопрос или замечание какое-то? Да, наверное, получается, то есть есть точка ноль и есть точка, физическая точка, не ноль. Задайте вопрос. Вопрос задайте. Просто по-русски задайте вопрос. То есть вы в рамках эсклидовой геометрии все пишете? Все вы пишете в рамках эсклидовой геометрии, так? Давайте отнесем на... Ответ очень красный. Не так. Все, тогда я. Я ответил. Ну да, Валерий Зателепин. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Значит, Евгений Алексеевич, такой простенький вопрос. У вас вот во второй модели, во втором примере, который в втором докладе, вот это бета, бета с точкой, там скорость стоит у вас. Да, вот спасибо, вы покажете. Ускорение, ускорение. Ну, бета это скорость, а бета с точкой ускорение. Ускорение поделить на С. Бета ускорение, да. Ускорение и... Я вопрос задаю. Я понимаю это. Я вопрос задаю. Скорость или ускорение чего? Значит, вопрос очень правильный. Это скорость излучающего заряда, с которым связано, с которым можно связать реальную систему отчета. Вот реальные системы отчета, они должны быть связаны с чем? Да, ну тогда, понятно, да. Ну тогда, смотрите, вот вы тут оговорились в ходе доклада, а сейчас почему-то по-другому. Еще второй тогда вопрос. Если это заряда, почему нет зарядов других там членов в этой системе уравнения, если это заряд? Ну вот здесь, смотрите, есть индукционные члены. Да это я все понимаю. Где заряд? Куда заряд одевался? Вот смотрите. Если заряд равен нулю, я все это понимаю, тем более, что я этим занимаюсь. Заряд равен нулю, тогда... Ну надо вопрос, дайте мне ответить. Хорошо. Заряд при... Как вообще формулируется, решаются задачи на излучение электромагнитных полных? Значит, в какой-то области они излучаются, и потом смотрятся в дальней или ближней соне, значит, вектора Е и Аш. Значит, особенность вот этого вакуумного источника, что, во-первых, он не связан с зарядом, то есть здесь декларируется, что здесь может быть незаряженная частица, но она взаимодействует. Да, и вот этот вот вакуумный источник имеет локализацию. Он по всему пространству. Вот это вот особенность новой модели геометрической теории физического вакуума. Особенность. Вот. И поэтому, как я уже говорил об опытах, связанных с влиянием вращения электронейтральных тел на свойства радиоактивного распада. Там же электронейтральный гироскоп, просто вода, которая вращается. Продемонстрируем, что они влияют на ядра, которые находятся в электронных оболочках. То есть есть что-то, что генерируется вот этим источником, который является вращающийся гироскоп, а, собственно, это вращение. То есть, собственно, вращение является источником. И вот генерируемое нечто или поле, оно проходит сквозь кулонские барьеры и действует. Я сейчас про бета говорю. Это линейная, трансляционная скорость. Я клонил к тому, что вы ответите, что это незаряженное тело. И тогда я бы сказал, тогда ваш вот этот подход, по сути дела, является таким другим изложением того, что вы в первом докладе докладываете. Если учесть, что это пространство четырехмерное. Там это будет кручение, вот это ускорение. Все, спасибо, я понял. Спасибо. Следующий, Евгений Андреев. Вопрос. Возможно, считаю. Вы сделали достаточно много сильных утверждений. Отключился микрофон. Включите микрофон. Вы сделали достаточно много сильных утверждений. Одно из них – о возможности рождения заряда из вакуума. Не могли ли бы вы пару слов о физике этого процесса? Ну, позвольте ответить. Дело в том, что я уже говорил о том, что я этот вопрос не исследовал. Это в плане стоит, в дальнейших планах. Это работа. И вообще, вот я впервые говорю об этом, что есть новый источник, вакуумный источник в уравнении непрерывности. В общем-то, до сегодняшнего дня я обращал на него мало внимания. Но вот его надо исследовать, именно действия этого источника. Сейчас давайте я покажу. Вопрос очень хороший. Вот он. 88-я формула. То, что стоит справа, это вакуумный источник, который управляет рождением заряда из вакуума. То есть, планы такие. Исследовать этот процесс, исходя из этого уравнения, и посмотреть, что делается в эксперименте. Сравнить с экспериментальными данными. То есть, ответ такой. Пока это... Ну, хорошо. Последний короткий вопрос. Пора уже переходить к следующему докладу. Евгений Егоров. Спасибо. Вот скажите, как вы относитесь к трудам Николаева Геннадия? Это исследователь Стулска, автор книги «Электродинамика физического вакуума». Ваши выводы очень похожи на его. Значит, к трудам Геннадия Николаева я отношусь с уважением. Ответ получен? Ответ получен. Хорошо. Ну, давайте тогда вот еще Владислав Миркин, если коротко, давайте. Последний самый вопрос. Правильно ли я понимаю, что никакой физической природы странного излучения, в общем-то, никому неизвестно? И неизвестны никакие характеристики этого странного излучения, типа там скорость распространения и частота. То есть, правильно ли я это понимаю, что нет этого? Ну, вы знаете, что касается свойств странного излучения, значит, я отвечаю. Это вопрос к экспериментаторам. Значит, фиксирование и измерение свойств странного излучения – это очень трудоемкая и очень сложная задача. Я думаю, что Валерий Николаевич, который здесь, Александр Георгиевич, который является председателем данной сессии, ответит лучше на этот вопрос. Это очень сложно сделать. Но, возможно, это лучше сделать вместе с теоретическими какими-то обоснованиями. Но это их выбор. Ну, лично я не могу. Что-то прогнозируется в этой работе. Что-то прогнозируется. Хорошо. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте переходим тогда к следующему докладу. Коллапс электрического поля и волн де Бройля квантовых частиц при трансмутации атомных ядер. Досекайло Филипп Иванович. Прошу. Контр надо удерживать, да? Пошел? Или не видно ничего? Пока не видно, Филипп. Мы же тренировались. Нужно нажать зеленую клавишу, а потом нажать уже запущенный какой-то желательно. Ну, вот я это делаю. Ну, поделиться. Там поделиться надо найти клавишу. Отдельные клавиши. Поделиться – это не просто на нее нажать. Там отдельные клавиши будут. А, вот сейчас молодец. Ну, вот я нашел это поделиться. Оно только у меня долго работает, поэтому… А, это не у вас. Это зум, который на самом деле реально расположен в Германии. Этот самый компьютер. Мы через него работаем. Ну, естественно. Я тогда дергаться не буду. Сейчас видно что-то, да? Ну, все видно, да. Не надо увеличивать, потому что потом чепуха какая-то. Вы попробуйте, листается или нет. Вот, попробуй, Филипп. Листается. Ну, я думаю, что листается. Попробуй, попробуй, давайте. А, хотя что-то не особо. А, листается. Но уже через время. С небольшой заранее. Нужно чуть-чуть ждать надо, да. Да, значит, я работал в Тринити. Есть такая контора под Москвой. Раньше была, а теперь уже в Москве. А потом закончил я свою деятельность. Это в Московском государственном областном университете на должности профессора. Ну, а сейчас являюсь пенсионером и свободно пишу книжки. Я сейчас написал книжку. Она называется «Аккумулятивная клантовая механика», где я размотрел фокусировку или аккумуляцию электронов в фуллерене. То есть что происходит? Фуллерен, значит, поляризуется при налетании электрона на него, появляется с одной стороны плюсики, а минусики электроны уходят на противоположную сторону. То есть происходит такой захват или засос электрона внутрь фуллерена. И оказывается, что всю эту задачу можно решить с помощью простого введения сферически симметричного на каком-то определенном расстоянии потенциального барьера, аналогичного, который ввел в свои задачи гаммов для рассмотрения выброса альфа-частиц или распада атомных ядер. Ну, я эту задачу применил, все посчитал, формулами не буду вас нагружать. Здесь вот три доклада были с огромным количеством формул. Значит, что получается? Что на расстоянии 0,26 нанометров возникает такой барьер. И если его поставить на этом расстоянии, ширина его, допустим, 0,5 нанометров, то все хорошо описываются все спектры. Я эти спектры вам покажу для фуллеренов при резонансном захвате электрона. Причем с энергиями от 0,24 электрон-вольта, то есть это маленькая энергия для 1 нанометра размера такого фуллерена еще и с барьером. И где-то до 20 электрон-вольт энергия свободных электронов, которые захватываются такими структурами. Но это уже для фуллерена С60. Ну, надеюсь, что мне не надо объяснять, что такое фуллерен. Это полая структура из 60 атомов углерода, объединенных в такой мячик. А внутри полость. Значит, такие явления, аккумуляция электронов, до 6 электронов могут фокусироваться в такую структуру на поляризационных силах. Ну, в принципе, для того, чтобы определить, что такое аккумуляция, я взял из книжки, где Яков Борисович Зельдович был редактором главным. Вот он дал такое определение. Кумуляция, то есть концентрация в малом объеме силы, энергии или другой физической величины. Ну, здесь мы будем говорить о псифункции квантовых частиц. Представляя собой важнейшее явление природы. Потому что я там написал в названии, что аккумуляция волн-де-Бройля электронов. Так вот, оказывается, аккумуляция бывает ограниченная, а бывает неограниченная. Значит, где встретились с ограниченной аккумуляцией? Если вы решали задачу для атома водорода, то вы знаете, что там возникают решения, как с ограниченной аккумуляцией, это синус волны, и с неограниченной, это косинус волны. Ну, что такое синус и косинус волны? Это где у вас синус волна, а где косинус волна, чем они отличаются? Значит, если у вас задача, ну, допустим, плоская симметрия или струна обычная, вот вы, значит, зажатая с двух краев, если вы по струне, значит, ударили, то у вас возникает, может, целый набор всяких гармоник. Так вот, основная – это косинус волна, когда в области защипов у вас колебаний нет, то есть там узлы, а, значит, пучность у вас посредине, это основной тон. Или косинус волна с n равная единица минус 1 вторая, так вот лучше представлять, потому что это пол волны, фактически косинус волна вот такая, это пол волны обычной, классической. Если синус волна, то наоборот, в центре у вас ноль, а, значит, пучности у вас две, а, значит, узлов у вас получается три. Ну, это вот из геометрии совсем такие тривиальные вещи. Ну, и вот вообще, если у вас есть кумуляция, то что такое, вот, где изучалось? И что, в 1859 году Бизант решал такую задачу в своей книжке по гидродинамике. Допустим, в сфере было, ну, исчезла жидкость или аннигилировала, он там пишет, ну, исчезла. И тогда за счет поверхностно натяжения вот такая, значит, шаровидная полость будет схлопываться. Ну, и он там что-то пытался рассчитывать, но мало чего сделал по этой задаче, но поставить поставил ее. И вот в 1916 году пришел в Англию эсминис Деринг с обожранным винтом. Ну, оказалось, как потом занялся этой задачей Лорд Релей, оказалось, что это сонолюминеценция, кавитация отсюда появилась и так далее. То есть, оказывается, вот это схлопывание этого пузырька, которым занимался Бизант еще, приводит к выделению огромной энергии, которая разрушает винты железные таких вот огромных объектов, двигающихся на вращающихся лопастях, так скажем, и где формируются различные полости, которые, схлопываясь, выделяют огромную энергию, происходит плавление даже металла. Значит, оказывается, что согласно Гегеля, значит, о единстве и борьбе противоположностей, кумуляция не может происходить неограниченно без противоположных процессов диссипации или распыла, того, что не может неограниченно кумулировать. Отсюда появляется третий закон Ньютона, если об этом говорить серьезно, теорема Вериала. То есть, что говорит теорема Вериала? Что если вы собираетесь что-то сфокусировать, и если у вас потенциальная энергия единица на R, или это электрическая энергия, или гравитационная, то половина потенциальной энергии равняется кинетической энергии, которую вы сможете сфокусировать. Встает вопрос, а куда девается вторая половина, и кто ее уносит, и где она есть. Этот вопрос как-то не был поставлен классиками, и только в Сеухине было написано, что вторая половина излучается в виде электромагнитных волн, когда это происходит в атоме водорода. Ну, я нигде больше не нашел, если мне кто-то подскажет, я был бы обязан вам за эту ссылку. Но я подумал, что вообще-то это такой всеобщий закон, и стал его везде применять. Ну и оказывается, что этот закон работает в самом широком диапазоне явлений, начиная от 10 в минус 15, хотя я вот нашел эту для квантовых частиц, я нашел доказательство самого факта, что потенциальная энергия равна удвоенной кинетической энергии. У ФОКа для квантовых задач он как раз это попытался доказать, и вроде доказал. Поскольку это работает, для фемторазмеров, конечно, вопрос еще пока большой, но тем не менее. Значит, что еще я хотел бы отметить и вам рассказать. Значит, это то, что аккумуляция и диссипация денег в товарах, в магазинах, это для вас очевидное явление. Ну и отличие я хотел бы пометить здесь атомной модели Бора от волновой Шреддингера. Здесь вот мы видели, нам рисовали орбиты и так далее. Значит, чем отличается волновое представление от такого орбитального? То есть считается, что то, что сделал Бор, является уже лженаукой. По крайней мере, когда стали рисовать уравнение Шреддингера, то это означает, что происходит схлопывание волн. Ну вот схлопыванием волн, как раз я отметил, занимались или пузырьков. Это вот безамт, релей. А вот для атомных и водородных бомб первую задачу о схлопывании ударной волны решал, значит, немец еще в 1942 году. Ну, он решил эту задачу. Потом эту задачу вроде бы как решал Ландау, но этого решения, по-моему, никто так и не видел реально. Но у Забабахина была секретная работа еще в 1947 году о схождении детонационной волны. Ну и, как известно, Забабахин создал одну из самых мощных водородных бомб на то время. Сейчас в Снежинске. Хотя начинал там и в Сарове этими задачами. Ну и третья задача, которую я хотел бы отметить, это то, что вот гравитационные потенциалы и кулоновские потенциалы имеют одну и ту же геометрическую зависимость. Единица на r обычно для точечных. Ну, на самом деле, если вы возьмете какие-то линии, то все то же самое законно будут. Как и для электрических, так и для гравитационных потенциалов. Что это позволяет? Это позволяет применять метод обобщенного математического транспонирования, то есть переноса как постановки задачи, так и решения этих задач. Ну и вот, используя такой метод, я, в общем-то, кое-чего сделал. В частности, я говорил уже, что я решил задачу Гамова для наноразмерных структур, это фуллерена, и получил вполне определенные результаты по размеру этого барьера. Я вычислил спектры, причем спектры были не только для C60, но и для C70 и C90 рассчитал эти спектры. Они совпали с теми экспериментами, которые, в общем-то, были у меня под рукой. Ну и вот этот метод аналогии и перенос определенных задач получил некоторые результаты определенные. Еще я бы хотел отметить вот о кумулятивно-диссипативных структурах, которые возникают. Если у вас происходит с организацией процессов кумуляции и диссипации, то возникают кумулятивно-диссипативные структуры. Ну, как-то я так не знаю, кто их еще как бы открывал, и как-то явления могут быть фиксированы экспериментально давно, а вот то, что как бы делается теоретически, то название, фамилию того автора и приобретает явление. Например, эффект Казимира. Казимир совершенно не открывал это явление, а просто предположил, что явление, которое открыл его друг, было, значит, связано вот с таким-то механизмом. Ну, здесь вот приводится пример. Это тропический циклон. И, значит, американцы практически все сделали, нарисовали это вот их схемы. То есть, у них циклон над, антициклон над циклоном крутится, но они не догадались, что, в принципе, антициклон и раскручивает этот циклон. Ну, я как бы это доказал и опубликовал в одном из журналов, где редактором был Рухац. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит винт на винте, накручивается, и они подкручивают друг друга, формируют оболочку, которая фокусирует эту структуру. Ну, все это можно сделать и показать, и даже до числа довести. И используется здесь вот как раз, что поровну делится энергия. Оказалось, что эту методику можно использовать для, значит, объяснения некоторых явлений при пожирании белым карликом или нейтронной звездой своего собрата в двойной звездной системе. Рассчитать энергию и КПД перехода в свет и так далее. Ну, вот эти задачи я все сделал. И что еще интересно? Ну, вот точки либрации или кумуляции. О них здесь говорил, значит, Зателепин. Иными словами он не называл эти точки, как точки либрации или кумуляции. Ну, вот я долго смотрел на этот рисунок, сделанный там по работам Эйлера и Лагранжа. Ну, что сделал, значит, Эйлер? Ну, во-первых, он открыл первые три точки. И это точки не либрации, а кумуляции. Вот смотрите, значит, вы видите, да? Эйл-1. Это точка, где эквипотенциаль, значит, вокруг Солнца, например, и эквипотенциаль вокруг Юпитера имеют одну точку пересечения, Эйл-1. Значит, при этом, если бы они стояли, то точка Эйл-1 была бы одна. Но так как они вращаются, то центробежный потенциал приводит к тому, что точка Эйл-1 разделяется на три. То есть на Эль-3, Эль-2 и Эль-3. Вот три, вот здесь. То есть, что сделал, значит, Эйлер? Он фактически вышел на линию, о чем здесь тоже говорилось, что такое точка, что такое линия. А что сделал Лагранж? А Лагранж нашел еще две точки, которые являются устойчивыми. Здесь-то как получается? Здесь, если частица подошла сюда, то она эквипотенциалями поджимается, проходит через точку Эйл-1 и идет дальше. То есть неустойчивое состояние. А Эйл-4 и Эйл-5 точки, которые как раз открыл Лагранж, они устойчивы. И, значит, в этой области можно собирать некоторые частицы. Ну, эти частицы – это огромные булыжники. Ну и фактически их обнаружили уже в 1906 году. Как в Эйл-4, так и в Эйл-5. Ну, на самом деле, я просто подумал, а что, если сделать и выйти в объем? То что будет в этом случае? Ну, каких-то новых точек я не нашел в этом случае. Но если вот ладошкой ударить по вот этой части, а здесь вот пыль вроде бы предположить, то пыль будет фокусироваться в точку Эйл-1 и дальше выходить в полость Юпитера. Потом я подумал, а почему все это не перенести в газоразрядную плазму? И такие вот точки или области, где положительный заряд наблюдается, это фактически катодное пятно и так называемый положительный столб разрядов. Значит, здесь должна формироваться точка Эйл-1, где будет фокусироваться поток электронов из катодного пятна в положительный столб. Такие вот точки формируются и в чёточных молниях. Вот здесь мы видим область некого Фарадеева пространства. Это связано с тем, что здесь формируются точки Эйл-1. Ну, размеры таких плазмоидов видны. Это порядка метра, если это лист пальмы. Ну и так далее. Значит, ну, метод обобщенного математического транспонирования я вам сказал. Теперь, значит, хотелось бы отметить не только, что в плазме существуют точки либрации, все пять. Если крутить протоны относительно друга, то для электрона будет возникать фактически классического электрона. Пять областей. Так как это с потенциалом связано, то это не есть точки области фокусировки или кумуляции. Так вот, значит, точки кумуляции это Эйл-4, Эйл-5, а точки либрации вернее. А точки кумуляции это Эйл-1, Эйл-2, Эйл-3 будут. Аналогично, как и в этом случае. Но в плазме, хотя сейчас и рисуют всякие кротовые норы и тому подобное для гравитации, существуют линии кумуляции. Что это такое? Это вот такие вот линии, к которым происходит фокусировка электронов. Они обжимают эту структуру, и мы видим, что характерный размер этой структуры удерживается. Ну, можно рассчитать пробойные поля, нам известно, если. То поперечные поля должны быть пробойными. Не продольные поля пробойными, а именно поперечными. Ну, эти эксперименты я нашел, значит, в Любе, в книжке. Там есть такая черная книжка, значит, по плазме. И там показано, что есть эксперименты, где, значит, киловольт вешается на 1 сантиметр. И загорается душка 0,02 сантиметра, и горит постоянно. Как оказывается, пробойные поля, мы знаем, это 30 киловольт на сантиметр. А душка горит. То есть, есть явное было противоречие. И оказывается, 1 киловольт прикладывается к 0,02 миллиметрам, поперечные поля осуществляют такой процесс. То есть, все считается достаточно хорошо и нормально. Дальше можно объяснить кумулятивное плазменное оружие против метеороидов. Ну, здесь вот написано, как происходит поляризация и выбрасывание электронов на периферию некого плазмоида. То есть, плазмоид поляризуется. И так как он положительно заряжен в середине, а на периферии отрицательно, то возможно формирование электронной пучка, кумулятивной струи, которая потом и разрушает это тело. Ну, вот такие задачи. И так я перехожу, оно недолго будет дальше, к именно уже косинус и синус-волнам. Именно аккумуляции волн. Если это волны, то они должны схлопываться. Ну, и да, такую задачу я вот как бы решил для фуллеренов. Дальше, значит, стал рассматривать, а как же происходит в атоме. Оказывается, все то же самое. Потенциал, значит, кулоновский фокусирует электрон как волну к протону. То есть, на самом деле, что происходит? Две плоские волны для протона и для электрона схлопываются, сбрасывают одну-вторую энергию по теореме Гриала и формируют атом водорода. Если атом водорода встречает второй атом водорода, то происходит поляризация. И электрон один является фактически как компенсатором заряда и может находиться на внешней там оболочке или еще где-то, или просто даже ион формируется, молекулярного водорода. А нижний электрон или тот, который формирует такую обхватывающую, можно сказать, шубу формирует для двух протонов, он и ответственен за связь. Значит, что здесь следует отметить? Что электрон является как притягателем этих двух протонов, так, с другой стороны, попадая в центр, он фактически не дает протонам изблизиться. Но если вы в кристаллическую решетку сведете уже несколько атомов, то получается довольно интересный эффект. О нем говорил Френкель в своей работе. Причем назвал он ее как о процессах типа сжатия, а на самом деле рассматривал процессы совершенно противоположные. То есть расталкивание и как формируются белые карлики. Ну вот, оказывается, электрон и квантовая механика. Если электрон находится на орбите, то он этим не осуществляет такую вещь. А вот если он как волна работает, то он работает с одной стороны, не позволяет сжаться структуре, в которой он находится, а с другой стороны он удерживает эту структуру, потому что электрон находится на внешней поверхности этой структуры и формирует некую такую электронную оболочку, которая стягивает структуру. Вот такой дуализм проявляет электрон с двумя даже протонами. То есть он их изближает, он же их немножко и расталкивает, потому что ему где-то надо и в центре быть. Ну вот такие задачи я как бы решил. Великой Иванович, ваше время истекает. Значит, что с косинус волнами? Оказывается, косинус волна, она неограниченно фокусируется к центру атома водорода, если косинус волна. И, значит, вероятность нахождения электрона, оказывается, если вы учитываете 4πr в квадрате, то она равняется косинус квадрат и не превышает там единицы, как и положено в центре. А вот синус волна, она находится, как бы максимум находится на периферии. Вот мы видим эту задачу. И встает вопрос, а как же происходит фокусировка? Ну, известно, что есть Е-захват. Значит, этот Е-захват нам говорит о чем? О том, что электрон начинает проваливаться в атомное ядро, встречает протон и с протоном формирует нейтрон. То есть, на самом деле, мы знаем об этом. Да, время... У меня еще минута. Да, если вы не завершите через несколько минут доклад, придется его прервать, потому что у нас еще три доклада, а потом еще... Я завершу его. Да, давайте. Через две минуты. Давайте. Значит, ну, известен радиус протона, и можно рассчитать энергию, которую может электрон получить. Есть там проблемы определенные, то есть, как электрон попадает в протон, для меня это пока тоже непонятно. Но вот оказывается, что энергии для того, чтобы сформировать нейтрон, вполне хватает у электрона, проникающего в протон. При этом, так как нейтрон является неустойчивой структурой, то, скорее всего, что электрон чуть ли не валится в центр протона и как-то с этим взаимодействует. А когда, значит, то есть, протон, видно, тоже как-то разбухает, вот, и эта задача приводит к тому, что, да, действительно, половина энергии потенциальной должно излучаться, и, скорее всего, излучается вот вся энергия в виде нейтрина. Но встает вопрос, а почему, так сказать, нейтрон неустойчив? Ведь он даже сбросил электрон энергию, а оказывается, все равно разваливается. То есть, здесь вот как раз море всяких вещей, для откуда происходит подпитка у нейтрона энергии, чтобы выскочить. Ну, опять барьер, там можно говорить, что он проникает через барьер, но закон сохранения-то должен выполняться. Ну, и в заключении почти я хочу показать, что такое косинус волны. На самом деле, по-видимому, косинус волны формируется в атоме водорода, но они не, так сказать, требуют дополнительной энергии, чтобы электрон проник в протон за счет всяких. И когда вы имеете уже сложный атом, то там получается определенный резонанс, когда вы получите косинус волну, и она может захватиться в центр атома, в ядро. А вот синус волны, как мы видим, они отражаются от центра и не могут быть захвачены. И вероятность здесь получается такая. Здесь это 10, допустим, в десятой минус, а здесь размер 10 минус 15. То есть вообще 5 порядков, и в кубе это получается 15 порядков. Косинус волна отличается от синус волны. Поэтому переход к косинус волнам, он, в общем-то, по-видимому, существует. И наблюдаются в атомах в основном синус волны для электронов нижних оболочек. Они их спектры даются и так далее. А, значит, спектры синус и косинус волны отличаются на одну-второй. То есть для косинус мы имеем n равняется одной-второй, там три-вторых и так далее. Ну, а это вот уже вероятности. Причем вероятности как для, значит, плоскостных задач, так и для сферических и цилиндрически симметричных, она одна и та же. Потому что надо учитывать геометрический коэффициент. 4πr в квадрате или 2πr для цилиндрической геометрии. Это нигде не учитывается. И поэтому даже вот для n пишется везде. То n равно 1 и с учетом косинус волн там π пополам прибавляют для того, чтобы это сделать. Ну, вот я считаю, что я с этой задачей справился на базе фуллеренов. Они мне помогли, подсказали. Ну, вот и все. Ну, большое спасибо, что вы наконец завершили. Доклад очень интересный, но, к сожалению, вот он не уложился в рамки временные, которые допустимы для наших докладов. И поэтому вопросов... Нет, я ровно 30 минут говорил. Да, ну хорошо. Нет, да, вы говорили 30 минут, но чтобы были ответы на вопросы, надо говорить меньше, чем 30 минут. Ну, хорошо, понял. Да. Ну, вот зелен исправлюсь. Да, кроме того, я смотрю, вы не все слайбы показали. Наверное, еще были очень интересные слайды. Вот если бы лучше... Ну, на самом деле, вот интересный слайд. Это вот эксперименты, сделанные немцами, нашими, и даже еще, по-моему... Ну, все, к сожалению, но может в следующий раз... Резонансная структура вообще необъяснима никак. Да. Ну, давайте переходить к дополнительным докладам, потому что надо все это, в общем, 30, так сказать, успеть до 7 часов и с перерывом еще сделать. Поэтому давайте вот переходить к дополнительным докладам. Первым у нас идет доклад Владимира Александровича Шашлова. Есть он здесь, да? Новый механизм холодной трансмутации ядер. Так, я его здесь не вижу. Есть он? Видимо, его нет. Давай дальше. Так, давайте дальше. Теперь Миркин Владислав Иосифович Шаровые молнии Вселенной. Вот и он здесь есть, по-моему, да? Давайте. Я называю... Так, 10 минут и 5 минут на вопросы. Я нажимаю share screen, а у меня что-то, так сказать, другое выходит. Зеленую клавишу... Я нажал. Вы видите меня, да? Надо нажать вот ту презентацию, которую вы нам хотите показать, еще нажать поделиться. Тогда мы... Слово поделиться. Share где-то там. Еще раз где-то должно быть share. Так... Я начал с того, что нажал share. Зеленую клавишу, да? Нажали зеленую, правильно? Да. А теперь нажмите на самую... У вас запущена презентация у вас? Ну, вот она. Это вы у вас видите, мы же ничего не видим. Ну, я share нажал. Вы меня не слышите. Нажмите еще там, ищите. Внимательно очки оденьте. Внимательно ищите клавишу. Еще одна клавиша поделиться. Еще одна клавиша поделиться. У меня одна только есть. Жалко, что мы не потренировались, так, к сожалению. А вы в зуме не участвовали раньше. Нет, я... Вот пошло. Да, вот появилось. Возможно, дело во времени. Потому что Миркин, на самом деле, в городе Чикаго располагается. Поэтому все это страшно долго. Мы видим. Да, Владислав, мы видим. Спасибо. Так, ну, хорошо. Я начинаю. Шаровые молнии Вселенной. Значит, опущу доказательства того, что интерпретация опыта Маккельсона была явно ошибочной, и что эфир может состоять только из одноименно заряженных частиц в объеме всей Вселенной. Это показано для расширяющейся Вселенной, всех видов взаимодействия и всех особенностей квантовой механики в моих работах на сайте. Ну, вот он здесь. Отмечу лишь, что знак заряда частиц положительный. Понятно, что облако такого униполярно заряженного эфира, на самом деле плазма, может существовать только в виде кристаллической решетки. Оно, конечно, расталкивается, это расширение Вселенной, но внешние слои удерживает внутренние до тех пор, пока скорость первых не станет равна скорости света. Увеличение плотности эфира соответствует положительному заряду, а уменьшение – эквивалентно отрицательному. Другими словами, эфир Вселенной, по крайней мере, в центре, в центральной части представляет собой плазму, которая находится в неком «стабильном» состоянии в течение длительного времени. Теперь два эксперимента. Значит, равномерное объемное распределение плазмы в невесомости, это проводили опыты Крикалев и Винограда, как бы спонтанно превращается в плазму с каверной. Каверна не раздавливается внешней плазмой, поскольку ее плотные границы имеют одинаковый заряд, а потому взаимно расталкиваются. Но и разойтись они не могут, поскольку окружающая плазма имеет тот же знак заряда. Вольтметр, один электрод которого находился бы далеко за пределами каверны, а другой перемещался бы изнутри каверны наружу, показал бы нам отрицательный потенциал внутри каверны, высокий потенциал в граничном слое и уменьшение потенциала при удалении от центра каверны. Сравним распределение плазмы с распределением зарядов в протоне. Такую картину по всем диаметрам дает пустая внутри сфера с размытой положительно заряженной оболочкой. Глядя на картину, на каверну и распределение зарядов в протоне, невозможно избежать предположения, что протон, как и каверна, удерживается от разваливания внешним полем плазмы, то есть униполярно заряженным эфиром. Но что еще очень важно, это то, что в униполярном эфире практически нет ограничений на величину заряда и размеры такой конфигурации плотности эфира. Они могут быть протоном, привычной нам шаровой молнией, гигантским метеоритом, быть величиной с планеты и даже галактикой. У поля Вселенной хватит заряда, чтобы удержать такой сгусток от рассыпания. В общем виде такой сгусток имеет вид, как на рисунке. Значит, ноль на оси ординат – это не отсутствие зарядов эфира, а лишь некая средняя его плотность. Величины значений в точках ABCD условные могут отличаться в разных образованиях от микроскопических величин в протоне до сотен тысяч и даже миллиардов вольт в шаровой молнии и космических объектах. Наличие точек CED неразличимых на пылинках плазмы обосновано, по крайней мере в протоне, они есть в реальности. Пунктиром я обозначил границы объекта протона или любого аналогичного объекта. Размеры по оси абсцисс тоже условны. Они могут быть равны размерам протона, быть десятками сантиметров или парсеками. Нам стало понятно, что шаровая молния возникает не из-за совершенно невозможного разделения протонов и электронов за счет мистических реакций. Она возникает не в веществе, а в униполярном эфире. И поэтому она может существовать в вакууме, в воздухе, в воде и даже в твердых телах. Эфир есть везде. Такое представление шаровой молнии позволяет объяснить все особенности гибели группы дятлов. В соответствии с реальными протоколами всех видов, у части студентов зафиксированы травмы, которые можно было бы нанести лишь при падении с большой высоты, либо быстро идущим транспортом. Другие замерзли при незначительных травмах. У некоторых отсутствовали глаза и язык. На открытых участках кожи был какой-то странный загар, а надежды следы в это распады. И при этом никаких следов на снегу, кроме следов студентов. А теперь вспомним рисунок, который я приводил. Распределение заряда в шаровой молнии. Учтем, что в той местности часто наблюдались огненные шары. Шаровые молнии имеют размер от 15 сантиметров до 5 метров. То есть расстояние между точками ABCD – это сантиметры или десятки сантиметров, что сопоставимо с размерами человеческих тел. Потенциалы в тех точках по сравнению с нулевым, в кавычках, потенциалом могут составлять десятки, сотни и даже тысячи вольт. В теле такие перепады напряжения катастрофичны. Ясно, что и отсутствие некоторых участков тел и другие травмы при больших токах вполне вероятны. Возможны и длительные потери сознания, при которой человек может просто замерзнуть. Что с переломами костей? В униполярном эфире, как мной показано, расстояния между атомами в твердых телах определяются плотностью эфира. На рисунке видно, что она меняется. То есть в разных местах сгустка между пунктирными линиями и даже много шире расстояния между ядрами атома должны быть разными. Если перемещать такой сгусток вдоль тела, то это будет эквивалентно удару кувалдой, поскольку при этом оптимальные расстояния между атомами будут меняться. Поэтому, возможно, такие мощные травмы. Владислав, вы двигаете, потому что вы не двигаете. Я двигаю. Вы на рисунок ссылаетесь, которого мы не видим. Ну, это все тот же рисунок. Я просто, так сказать, должен к нему возвращаться постоянно. Это вот этот рисунок. Вот он. Вот он, цирная линия. Вот, так сказать, плотность, как меняется в зависимости от размеров. И, наконец, загар и радиоактивность. Как известно, у некоторых людей, наблюдавших шаровые молнии, отмечали симптомы лучевой болезни. А изучение расплавленного шаровой молнией грунта в Кабаровске в 1981 году показало, что он расплавлен не просто нагревом, а радио- или гамма-излучением. Так вот, плотность униполярного эфира определяет и то, какие изотопы будут радиоактивными, а какие устойчивыми. Кстати, это важно для понимания холодных ядерных трансмутаций. Поскольку плотность в сгустке меняется, то будут меняться перечни устойчивых радиоактивных изотопов химических элементов. Ну, в данном случае азота и кислорода. И кроме этого, мы можем получить радиоактивные изотопы с неопределенным периодом полураспада. Можно теперь перестать игнорировать неугодные симптомы в поведении тундусского метеорита. Свидетельство очевидцев, что в разных местностях горящий шар двигался в разных направлениях и завис над местным взрывом, теперь не выглядит невероятно, как и то, что при якобы весе 40 миллионов тонн мы никак не найдем его обломков. Шаровая молния исчезает при сильных взрывах бесследно. Если то образование, которое мы видели на последнем рисунке, будет размером нескольких метров, а перепад потенциалов между точками СЕДи несколько сотен вольт, то птицы, летучие мыши или рыбы, попавшие в данную область, просто погибнут от электрических ударов. А киты поплывут в любую сторону и иногда на берег. Наивным выглядит объяснение появления дыр в земле на Таймыре и Ямале, что под землей взорвался метан. Такой взрыв не способен создать идеально ответственных стен, идеально круглых отверстий. Зато шаровая молния, возникшая под землей, вырываясь наружу, проделает отверстия круглой формы с ответственными стенами и небольшими расширениями на поверхности. Тоже можно сказать о киберлитовых трубках. Выдели еще один факт, говорящий о том, что мы имеем дело с электрическими силами. На земле в самых разных местах обнаруживает каменные шары идеальной формы, то есть лава застыла в виде шара в условиях гравитации. А теперь представьте себе, что приведенное ранее распределение заряда в эфире втягивает в себя жидкость, например, лаву или сыпучий песок с ракушкой. Вот эти все рисунки, фотографии. На фотографиях вы можете видеть шары самых разных размеров и материалов. Ясно, что не существует ни одного разумного пути, каким бы природа при наличии силы тяжести могла бы создать такие шары практически идеальной формы, да еще иногда пустые внутри. Такое под силу только электрическим силам, которые превышают гравитационные примерно на 40 порядков. Возьмем звезду, вот ее номер. Периодически ее яркость уменьшается на 20%. Если считать, что ее перекрывает планета, то надо понимать, что радиус ее должен быть порядка половины радиуса звезды, что нереально. Что-то похожее, возможно, было и в случае, когда околонаучная общественность заговорила о неком НЛО, видимом нами на фоне Солнца. Его радиус был больше радиуса Юпитера. Ну и кроме того, все НЛО и они опознанные плавающие объекты получают свое объяснение. Мне кажется, мы видим взаимнооднозначное соответствие. Униполярный эфир делает все объекты объяснимыми и тем самым доказывается, что униполярный эфир реален. Спасибо, я закончил. Спасибо, вы уложились в 15 минут, поэтому много вопросов не придется задать, но учитывая, что одного докладчика будет, видимо, поменьше. Ну давайте один или два вопроса можно будет задать, если есть желающие. Как мне отсюда выйти? Вот Тарасенко, да. Ну давай, Тарасенко. Микрофон включи. Владислав, у вас там вверху... Да, вы вышли, молодец, спасибо. Геннадий, микрофон надо включить. Тарасенко. А Тарасенко, наверное, уже выступать хочет. У него же следующий хаклайд. Нет, он уже говорит. А я разговариваю там. Прорезался. Я хотел спросить Миркина, он видел эти шаровые конкреции хоть раз или нет? Шары каменные? Да, да, да. Я же, во-первых, привел эти рисунки, что значит видел. Эти шары обнаруживаются и в Коста-Рика. Они есть на земле. Я знаю, вы сами видели или нет эти шары? Сам я не видел. Где? Не видели? Сам нет. Ну, слава богу. Ко мне приезжайте, я вам их много покажу. У меня их много здесь. Я еще хотел спросить, в чем заключается, что вы с планетами вот это все связывали? С чем связываете именно шаровые конкреции? Что-то я не понял. Сейчас только включил. Честное слово. Я не понял вопроса, что с чем... С чем шаровые конкреции, что там пустоты? От чего эти пустоты там образовали в шаровых конкрециях? За счет электричества или еще чего-либо? Нет. Дело в том, что шаровая молния, она имеет как бы свой размер, а количество лавы, которое там в нее втянуло, или песка с ракушками, ну, оно втянулось столько, сколько втянулось. И его может просто не хватить для того, чтобы заполнить середину. Владислав, вы сами геолог или кто, я не пойму? Я физик. Ну, ладно, Геннадий, вы еще... Вы геологию очень далеко отстали, и в этом плане думаете, что это так должно быть. Но это неправда. Вам надо поучить их обязательно. Посмотрите шаровые конкреции в Гугле. Там более-менее об электричестве, о холодном ядерном синтезе я там везде рассказываю. Хорошо, Владислав? Я не знаю, от чего я отстал, так сказать, я нахожусь на том месте, где я нахожусь. Так вы находитесь, находитесь. Я говорю, посмотрите, и потом... Дискуссии не надо. Геннадий, без дискуссий. Давайте остановимся. Давайте Боб, и все, больше мы никого не сможем заслушать. И Боб, и коротко, коротко. Спасибо. Thank you for a very interesting presentation, particularly at the end. I encourage you to look at my presentation tomorrow. Obviously, you may be aware that Solon and Matsumoto observe transmutations inside hollow spheres. And I know that Klimov and other authors have observed these hollow sphere productions. Specifically, we are creating hollow spheres of iron and oxygen with silicon and oxygen and calcium and oxygen on the outside. And those last images you shared, I know, Геннадий... Bob, sorry, sorry. In our term of this conference, we don't discuss the problem after the presentation. Only question, short question about the idea of the experiment. No explanation, no discussion, no... Thank you. Only question. Okay. Put your question if you have. No, that's fine. I'll discuss it with him later. Discussion later or tomorrow. Okay. Значит, Саш, ну, Боб, у него нет вопросов, он подискутировать хотел. Поэтому, значит, вот на все закончили, давай дальше двигаемся. Ну, давайте, ладно, Алексей пусть скажет, только очень коротко, очень коротко, Алексей Савченко. Да, у меня очень короткий вопрос. В начале вашей презентации вы сказали в центре Вселенной плазма. Ну, если есть центр Вселенной, значит, должен быть где-то и край Вселенной. В принципе, она расширяется равноверность, как поверхность шара. Вот как вот вы нашли центр, где край, где все остальное? Ну, я просто считаю, что, так сказать, вся Вселенная плазма только просто в разных местах, она разной плотности. Естественно, внешние слои имеют меньшую плотность, чем в середине. И, так сказать, почему мы считаем, что мы находимся где-то примерно в центре Вселенной? Просто потому, что во все стороны у нас, как бы, скорость расширения галактик примерно одинаковая. Ну, это, так сказать, чистое предположение. То есть, доказать это, в общем, невозможно. Ну, все, я понял, спасибо. То есть, каждый, и США считают себя тоже центром Вселенной, и мы тоже, очень понятная психология. Так, ну, ответ получен, да? Так, ну, давайте теперь Геннадий Владимирович Тарасенко. Создание шировой молнии за счет гелия и инертных газов. 10 минут и 5 минут на обсуждение. Прошу. Появилось, да? Да, видно. Создание шировой молнии за счет гелия и инертных газов. Здесь я хотел рассказать, что я связался с гелием в этом. Когда я работал в бурении, в диалоге, мы изучали вот эти гелия в водах наших, на поверхности и так далее. Делали в растворе буровых скважин. Там мы не находили гелия. Там все это связывалось с тем, что гелий просто уходил, и он там не оставался. А вот те моменты, когда делали водяных скважин и так далее, гелия очень много было. И вот эти статьи, которые сейчас вышли, они говорят о том, что, скорее всего, правильно говорил Минкин о том, что там все-таки может находиться в ядре, в ядре самой планеты Земля этот гелий. И вот распространение вот этого гелия, как он происходит, вот это деление на миграцию этих газов, которые сейчас у нас есть, там пропан, там эти все газы, которые есть. Как это происходит, за счет чего? И вот это интересно в том плане, что нам, чтобы познать, что там все-таки находится в ядре планеты гелий или метан или еще что-либо. Я всегда думал, почему-то всегда там метан должен быть, потому что метан постоянно идет, постоянно в том плане, что он образуется в зонах субдукции и на глубинах там 700-800 километров. И дальше может даже из самого ядра идет и так далее. Но факт в том, что мы не имеем такие буровые станки, чтобы копать до мантии и так далее, потому что идет движение пластин. Движение пластин делает трение вот этих пород и так далее. И даже гелий и все это остальное говорят, что произошло от водорода. Ну, водород, мне кажется, здесь не совсем понятен в том, что из водорода получаются гелии и другие инертные газы. Все это, так сказать, мы не имеем подхода к их образованию. Но из этих мантийных газов и природных газов, типа пропан и другие газы, они как раз там определяются определенным числом и так далее. Я в химии слабо разбираюсь по часам, биолог, геофизик. Но есть такое дело, что можно было бы, конечно, все узнать. Ну, я подошел к этому, к этой проблеме, что любой процесс, связанный с электрической дугой, вероятно, включает лен. В двигателе папа используется инертный газ, что упрощает химию. Вот я по папе как раз взял вот эти данные, что он там испытывал гелий-3 и добавлял еще гелий-36%, неон-26%, аргон-17%, криптон-13%, ксенон-8%. Вот это он двигатель делал, и вот эти ребята в Евросоюзе говорили, что он выполнял вот эти, собирал эти газы и пускал в мотор, в двигатель. И он у него работал. Как он работал, я так и не понял. Но самое главное, что вот эти данные есть у меня, и я хочу собрать эти газы, чтобы можно было зарядить свой реактор, чтобы получить вот эту шаровую молнию в реакторе. Если шаровую молнию в реакторе мы получим, то это будет очень хороший эффект. Потому что сейчас, когда я доклад делал, вчера делал доклад, говорил, что там появляются очень интересные формы, взрывы, разряды различные и так далее. Идет шаровые молнии, и все это связано именно, я подходил с геологической точки зрения, не с физики, как вы там делаете, а именно с геологией. И пропускало это электричество и так далее. Но, на наш взгляд, используется пар трения гелевым из наших, созданных для основы реализации углеродно-азотного протонного цикла холодного ядерного синтеза. В результате которого в зоне трения водород превращается в гелий, дает возможность управлять трением за счет сверхтекучести гелия в микротребосистемах. В этом процессе разделения ядра и мантии произошло разделение инертных газов между ядром и мантией. Благородные газы, в том числе гелий, неон и аргон, характеризуются высокой химической инертностью, что обуславливает низкую реакционную способность с другими материалами и высокую летучесть. Среди них гелий, неон и аргон являются особыми изотопами, которые были компонентами первичной солнечной туманности, существовавшей до образования Земли в результате большого взрыва. То есть, когда образовывалась Земля и так далее, вот этот гелий, аргон, неон, они как раз составляли весь этот состав будущей планеты. И когда получали разряд, разряд, может, космический и так далее, но то, что большой взрыв там происходил, мне кажется, это ближе всего. И вот эти разряды, они связаны с электричеством, и все эти планеты связаны именно с этими. Но почему мы не видим вот эти образования планет и так далее? Конечно, много людей, которые занимаются этим делом, изучают все это дело, но никто не говорил о том, как образовываются планеты типа нашего Солнца и других галактик. Ну, будем говорить, что внешний ядр, состоящий в основном из плазмы, является кандидатом на резервуар первичного гелия. И есть вероятность, что гелий выступает из этой области в мантию. Такие благородные газы могли бы вынести на поверхность за счет вращения геосфер от ядра. Основываясь на фундаментальном принципе термодинамики, благородные газы растворяются в растворителе с меньшей энергией реакции. Таким образом, большие различия реакции еще больше усиливают контраст в концентрациях инертных газов в жидком расплавленном силикате. Для расчета энергии реакции инертных газов с такими жидкостями, железо и расплавленный силикат требуют специальные методы. Несмотря на то, что было растворено в 100 раз больше гелия, большая часть его испарила бы воздух, пока из-за этой высокой летучности остались бы лишь незначительные количества. Напротив гелия растворяется в ядре во время вращения ядра, постепенно отдавая его в земле и до поверхности. Эти результаты убедительно подтверждают, что гелий третий находится в ядре. Это важная информация о местонахождении первичного гелия в одной из давних загадок в науках о Земле. На основе строения планеты привести исследование получения самой планеты Земли, ядром которой может быть шаровая молния в центре Земли. Получил энергию на статоре за счет плазмы, что мне позволяет искать шаровую молнию таким образом. Главное, этот двигатель будет иметь свое гравитационное поле, которое устранит невесомость и будет летать в земных условиях. Ну, я, в общем, вот так просмотрел и думаю, что этого достаточно будет. Вы сами сказали, 10 минут. Я вот хочу посмотреть, может, что вопросы задаст. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо, что вы уложились за 10 минут. Ну, какие вопросы? Давайте, поднимайте руки. Анатолий Никитин, для начала. Ну, давай. Анатолий Никитин, да, включил микрофон. Будем слушать. Скажите, пожалуйста, вчера и сегодня вы несколько раз говорили о большом взрыве, при котором уже существует Земля. Вот что вы имели в виду? Реальный большой взрыв, так сказать, по космической теории, прошел где-то там 14 миллиардов лет назад, когда ни Земли не было и вообще ничего, ни звезд, ничего, так сказать, просто была там глянная плазма. Что вы имеете в виду, когда говорите много раз о большом взрыве при существовании Земли? Ну, я как раз говорю о космическом. Если вы говорите 14 миллиардов сюда, она могла образоваться и тогда, а сама планета Земля живет сейчас 4,5 миллиарда лет. Ну, я точно не знаю. Да, но это через 10 миллиардов после большого взрыва. Ну, да. И она образовалась, как я понимаю, по науке из-за аккреции вещества, полевого облака, которое собрало Солнце. У вас что, какая-то новая теория? Нет, 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 вот именно я по этой космической и иду в этом плане, потому что я не знаю эту теорию. Причем тут большой взрыв, простите. А что тогда? Тогда просто аккреции, так сказать, образование. Дальше целая история Земли. Типа аккреции, шаровых, молнии и так далее, да? Типа такого вы хотите сказать? Я ничего не хочу, просто я хочу понять ваш термин, что вы имеете в виду, когда говорить такими уже устоявшимися, так сказать, ну, как, например, странные частицы, которые, действительно, вот уже были запатентованы раньше. Та же и большой взрыв был намного раньше, и в него вложен совершенно другой смысл. Или вам надо какое-то пояснение, или отказаться от этого определения? Ну, может быть, да, вы правы, Антон. Может быть, но я говорю, как говорят космические ребята с космоса. Ну, что, ну, большой взрыв был, когда что-то стопнуло в Землю, и отлетела Луна, так сказать, может быть, и это, но я не знаю, но, так сказать, надо более конкретно, и действительно, ну, то, что касается шаровых, молнии, так сказать, ну, честно говоря, это уже не вопрос, я в дискуссии скажу, спасибо. Ага, хорошо, спасибо. Так, еще вопросы есть? Ну, если нет вопросов, тогда будем завершать сегодняшнюю работу. Было много очень интересных докладов. Спасибо докладчикам, спасибо участникам. Вот, давайте сделаем небольшой перерыв, а в 7 часов у нас круглый стол начинается. Спасибо, спасибо, друзья. Через уже, получается, 25 минут собираемся снова. Заходить можно будет немножко раньше, чем 7 часов. Спасибо, до встречи в 19 часов. Спасибо. Спасибо.